Весь смысл в чем? Вот там вот на башне есть часы. Такой стакан кулакова. Для понимания это больше телефона. Это жирные люди. Тут все вариации жирных людей. Мы приехали в новую локацию. Она называется Парк Огня. Сейчас такая живописная дорога. Везде красная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И вот мы доехали до Дамбу Гуэра. И чем примечательен данный момент, когда мы сидим уже в автомобиле, это то, что пробег на автомобиле стал 4 тысячи мили. 444 мили. Круто! А машину мы брали 2132 мили. Так что мы катали уже больше двух тысяч мили. Вот такой открывается вид, конечно, потрясающе красивый. Видно, как вода поднимается вот до суда. Сейчас вот мало воды. Там такой красивый мост еще. Мы проезжали в него очень красиво. А машинки вот оттуда спускают, спускаются и ты приезжаешь туда на парковку. Ну вот там где-то запарковались и нам сейчас идти туда. Вот туда пойдем, сходим прогуляемся. А и вот там есть красная парковка. Она платная по 10 баксов. Ну тут есть бесплатная. Ходить-то тоже надо. Единственное, что очень жарко. Ну что поделать. Масштабы впечатляют. Офигеть, конечно. Можно, кстати, экскурсию на вертолетике взять, полетать. Там вдалеке летают люди. Потрясающе, конечно. Масштабы поражают. Я думаю, что в России тоже куча разных сооружений такого плана. Просто мы не путешествуем по России в основном. Наверное, на пенсии, до которой мы не доживем будем путешествовать. Весь смысл в чем? Ну там вот на башнях есть часы. На одних часах показано время Невады. А с другой стороны время Аризоны. Вот так вот. Как же впечатляет. Наш заяц сгоревший, но не поникший духом. Продолжает путешествовать по Америке. И вот другая сторона дамбы. Она, конечно, потрясает объемами. Да. Вообще прикольно. Вода такая зеленая. Наверное, протухла. Вот мы прогуливаемся по дамбе. И очень сильно завораживает объемы данной конструкции. А еще мне очень понравилась. Тут очень хорошая организация для туризма. Было бы здорово, если бы у нас так бы поорганизовывали места. Могли люди приезжать, смотреть такие вот красивые и объемные сооружения в нашей стране. Вот так вообще классно. Жарко, правда. Очень жарко. Но классно. Супер. Всем советую приехать в это место, но лучше утром. Чтоб жары было поменьше. А еще такой прикольный момент. Вот эти вот зданицы за мной, которые маленькие, такие вот колонны. Ставят, вон они там вот. Это туалет. Главное, это очень женский. А с другой стороны вот через одну. Да, вот здесь. Будет мужской туалет. Прикольно. Такие двери такие шикарные просто. Очень необычно смотрятся. Короче, смысл в чем? Вот раньше было вот так вот. А сейчас это выглядит вот так вот. В 83-м году переполнили вот эту часть. Воды было очень много. И ее запустили через обходной маневр. Чтобы не испортить машинное отделение, вода переполнилась вот здесь вот и пошла вниз. Там есть специальный спуск. Вот с другой стороны. Вот когда вода переполнилась, если посмотреть, вот выше-выше вот уровня определенного, она попала сюда и ушла специально в резервную часть. Не резервную, а спускную часть. Чтобы машинное отделение не затопило и не испортило саму плотину. Очень круто. И вот эти части еще поднимаются, чтобы забор воды повысить. Так что вот как-то так вот выглядит все это. Очень интересно сделано. Жалко как-то нельзя подойти, посмотреть вниз как выглядит шахта вот эта. С той стороны моста нет прохода. Ну ладно. Все видно. И парковки, и не парковки. И дам. Кайф. И вот мы приехали в кафе Джек. Сейчас зайдем посмотрим, что там есть поесть. А вот. Мы скорее всего возьмем бургеры. Что-то такое. Шлот тут сразу бургера. Я буду брать тот, который за 5.29, скорее всего. Или что-то в этом роде. Ну короче, дешево и сердито, но приятнее, чем Макдональдс. Да, мы взяли короче табличку с номером. Мы уже унесли. И нам принесли еду. Вот бургер. Бургер с картошкой. И вот такой стакан колокола. Для понимания это вот больше телефонов, чем трындец. Ну всем приятного аппетита. Наш очередной отель. Мы заходим. Hi. Мы заселись в очередной отель. Вот он называется. Траваладжи. Номер 241. Вот такой вот с двумя большими крователями. Вот такой у нас тут кондиционер, как обычный гудящий. Вот так очень чистенько. Ничего не так выглядит неплохо. Но кондиционер, конечно, они все такие. Чуть свежее, чуть-чуть старее. Но гудят. И отрегулировать нормальную температуру очень сложно. Так вот. Такой приятный номер. Здесь вот сразу. Здесь у нас раковина. Гладильная доска. Утюг. Все стандартно. Чаще всего это всегда есть в каждом американском отеле. Да. Ну, туалет. Душ. Что убивает. Вот эта рейка, конечно, очень удобная вот эта вот. Но нормально жить можно, как говорится. То есть вот так интересно. Тут поворачиваешь, у тебя сначала холодно идет. Потом, если тебе нужна горячая, ты горячую добавляешь. Ну, и поднимать, соответственно, поднимаешь вверх, у тебя включается душ. В принципе, все стандартно. Вот так уютненько. Но уютненько неплохо. Единственное, что мы около рапорта. Ну, посмотрим, слышно или нет. Но вроде как хорошо и комфортно. И вот мы приехали в Лас-Вегас. Идем гулять. Сегодня вечер прогулки. Здесь вечер будем ходить по центру. Единственное, что будет уже темно. Но мы хотим посмотреть ночной Лас-Вегас. Днем, потому что неинтересно. Так что уже видно вон статуи Свободы вдалеке. Американские горки в городе. Вот так что мы идем покорять Лас-Вегас и посмотреть все самое интересное. И мы пришли к зданию ММДЭМСа. И потом пойдем к Фогу-Колу. Так что мы заходим и смотрим. Тут все связано с ММДЭМС. Футболки, всякие шняшки, грелочки, тапочки, шнурки. Как здесь сладко-то. Шампанское ММДЭМС. Они тоже ММДЭМС. Я не знаю, что это такое. Всяких шнях. Жуть кошмар. Грустные ММДЭМС кому? Вот. Брелочки, брелочки, брелочки. Футболочки. Прикольные. Вот такой маленький. Две по двадцать. Кому завести. Футболочки. Ооо, прикольно. Классно. И тут есть второй этаж. Мы едем. Блин. В этой стране, что меня поражают, это жирные люди. Тут все вариации жирных людей. Конечно, это неприлично так говорить, но все-таки, блин, я таких толстых в жизни не видал. Вот, чтобы вот так вот себя запустить, я не представляю. А вот и ММДЭМС. Ну, конечно, если есть все так, то, конечно, будешь вот такой, как вот впереди. Ведущие люди. Вооо, а сейчас будет рай. Она загоражит весь вид. Но они одна, их много. Видишь, они нас окружают. Смотрите, сколько вариантов ММДЭМС существует. Это ужас. Это пипец. Куда я попал? Заберите меня отсюда. Так, продолжаем. И вот у нас еще четыре этажа. Мы сейчас были на втором. Идем дальше, выше. Выше, 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 выше. В основном любители ММДЭМСа. Я вот, кстати, спокоен. Вот в Шоколадке Хершерс, это тема. А ММДЭМС я спокоен. Вон, поднялись на третий этаж. Ну, тут, по-моему, ничего не меняется. Тут опять ММДЭМС. А, тут кинотеатр есть какой-то. 3Д ММВИ. Короче, народ вышел и качал от шоколада, по ходу дела. Ура, мы поднимаемся на четвертый этаж. Поднимаемся. Ну все, тут еще и есть. И тут есть машина. ММДЭМС машина. Сейчас мы ее сфоткаем сбоку. Мы у нее не будем фотографироваться. Мы же не такие, как эти американцы. О, смотри-ка. Прикольно. О, прикольные машинки. Смотри, футболочка такая вот здесь модненькая. Блин, вот эта тема. Что только нету, короче. Они, походу, на футболках только зарабатывают, а не на шоколаде. Ладно. На этом посещение ММДЭМС, наверное, заканчивается. Немножко расскажу о том, как мы решили пройтись прогуляться. Вот это пирожное и вот этот кофе стоят всего-то чуть-чуть. 16 долларов вместе с чаевыми. Жуть. Но должно быть очень вкусно. И вот мы дошли до Кока-Колы. Огромная просто бутылка. И мы сейчас зайдем, посмотрим, какие вариации Кока-Колы вообще существуют. Ну, помимо ящиков вот этих вот мы заходим в мир Кока-Кола. Я думаю, что тут трендец чего только не существует. Офигеть. Вот что-то все? Посвященное Кока-Коле. Футболочки, отчетчики, труселя, Кока-Кола. Все варианты Кока-Колы есть. Так, мы туда не подойдем. Ладно, пойдем. Вот эти бейсболочки, Кока-Колочки. Вот. О, бейсболка. Вот так вот я буду выглядеть. Вот эти бейсболки. Кстати, цена вопроса. Давай посмотрим цену. Так. Двадцать два доллара. Двадцать три плюс десять процентов налог еще. Ну, там девять копейков. Но я всегда десять беру. Проще считать. Мои трусы. Вегас. Такими труселями бы не только на свидания ходить. Магнитики. Да. Ну, цена тут какая-то. Волшебная, если честно, если посудить об этом. Штаны двадцать шесть долларов. Да ну нафиг. Ну, бейсболочка, ничего ж. На Кока-Кола Вегас. Двадцать баксов. Магнитики. По шесть баксов. Плюс налог. Не забываем. Налог, налог. Тут все налог. Везде надо добавлять налог. Вот. Разные брелочки, кока-колочки. О, вот открывалки вещи все ценные. О, можно, смотрите, монетки даже взять Кока-Кола. Всякая фигня. Заметил, тут есть второй этаж. Мы сейчас поднимемся. Там, скорее всего, какая-нибудь кафешка. Судя по специфике данного мероприятия. Надо быть полным фанатом Кока-Кола. Радио можно купить даже. Тут уже сломал наушники для айфона. Проводочек насколько интересно стоит. Блин, двадцать баксов. Но дешевле, чем Apple-овский оригинальный. Прикольно. И вот мы поднимаемся на второй этаж. О, тут смотрите, труселя, труселя, труселя и футболки. Вообще ужас, чего так и нет. О, здесь всякие разные футболки, бейсболки опять-таки. Медведя. Медведь, смотрящий на луну. Можно сделать фотографию с медведем. Все стандартно на самом деле. Как говорит моя жена, какого говна только нету. Все по пять пятьдесят. Были бы бабки, можно скупить все. Только зачем это надо. В меру, дуэ. В м mü? Какая дуэ. Почему?